такой легендарный долгожданный обзор почему-то получился на акустику на которые даже внимание не обращал ну очень много в директе было вопросов в любой комент любой видос откроем там нет нет будет вот комментарий подобного типа приветствую такт а mp pro v3 не так давно вышли сделайте пожалуйста подробный обзор что скажете про mp v3 там сравните их с теми динамиками с теми странно для меня это очень интересно почему так произошло потому что акустика от бренда mp мне никогда на глаза не попадалось может быть мы как-то просто мимо нее стороной обходили но так в комментариях нас часто просят вот это видео вот эти динамики спасибо компания mp в первую очередь им потому что мы просто связались с менеджерами данного бренда с красноярском обсудили рассказали то что мы хотим снять на и тему этих динамиков видео и они нам их прислали и нет это не какой-то там за деньги за что-то просто вот мы написали мой магазин мы хотим осветить им это важно чтобы про их акустику рассказывали поэтому они без проблем нам ее дать но просто так нам они и прислали вот что мы и продадим я наш что думаю нам смотри что что прислали сегодня вы будете смотреть обзор на mp pro v3 но нам также прислали новинку усилитель micron 480 четырехканальный 4 по 80 так вот досмотрите это видео обязательно до конца в конце я все объясню человек который приедет нам на установку этого комплекта одного получит вот эти вот этот коаксиал вот эту компонентку вот этот усилитель абсолютно бесплатно а мы установим его автомобиль автомобиль мы будем выбирать лично сами нам важно проверить как этот усилитель будет себя чувствовать в реалиях фонит ли он шумит ли он вам рассказать потому что подключить его в стенд от розетки конечно все будет хорошо но как этот усилитель поведет себя в системе как он будет играть все ли будет классно это покажет только практика поэтому если вы хотите приехать нам на установку вот этот комплект с этим усилителем абсолютно бесплатно вы оплачиваете только проводку и наши работы это все в конце я калькулирую вам скажу кто готов пишите там внизу будут все ссылочки обязательно смотрите это видео до конца я расскажу все условия как поучаствовать в этом эксперименте вместе с нами ну а сейчас вернемся к обзору на акустику а mp pro v3 акустика красноярской фирмы а mp pro не путается mp вахтинг часто у нас клиенты путают но это два разных бренда акустика третьей версии появилась на рынке в этом году и почему-то она нашумела она у нас в магазине продается она у нас магазине есть наличие вы можете без проблем ее приобрести и приобретают у нас ее то есть мы с брендом mp в принципе работаем все хорошо но вот как-то мимо меня это акустика прошла вы мне напомнили попросили про нее рассказать итак самое стандартное что мы получаем мы получаем комплект компонентной акустики в данном случае вот эти три компонента за 9000 рублей это у нас мидбас на обычной штампованной корзине с антирезонансным покрытием здесь у нас диффузор выполнен из по типу карбона но это я думаю просто пропитка в общем двухкомпонентный какой-то композитный материал колпачок здесь у нас довольно мягенький что говорит о том то что голос здесь будет интересный ну в принципе не то что я тут умничать даже не буду я вот вижу динамик так мы только что послушали я сейчас свои эмоции от этого динамика расскажу магнитная система и все остальное у нас здесь в порядке подводящие здесь не вшиты в шайбу как уже часто это делают они просто стандартно заходят у нас туда они даже здесь как я вижу не нет особая здесь кого-то дополнительного клея не вижу но в принципе акустика новая и пока что в этом году у нас по ним брака не было но схема изобретение динамика довольно стандартная магнитная система здесь у нас обычная на стандартной катушке ничего вам тут интересного я не расскажу да и если даже что-то умный рассказал наверно вам не надо twitter twitter здесь у нас 25 миллиметров в любое штатное место вы его установите по прослушке скажу точно что если есть возможность внешне поставить twitter с доворотом на уши будет идеально то есть twitter не прятать в штатное место а вот поставить его через проставочные чашки благо здесь комплект все есть с доворотом на лицо это будет очень хорошо twitter на самом деле по звуку мне прям понравился я не знаю если он у mp отдельно если есть мы будем часто использовать его установки в бюджетных системах twitter прям классно кроссоверная часть здесь тоже довольно простая здесь у нас есть аутениация twitter то есть 0 децибел плюс 2 децибела минус 2 децибела то есть это регулировка громкости twitter относительно громкости мидбаса то есть зависимости от расположения где у вас будет стоять мидбас и twitter то есть допустим если у вас там хендай крето у вас мидбас и twitter стоят очень близко к друг другу там обычно аутенивация 0 минус 2 будет у вас если у вас автомобиль где у вас twitter и стоят например в уголках зеркал при том то что они там с полной направленностью друг на друга а мидбас где-то внизу особенно skoda rapid где он с доворотом там аутенивация будет плюс 2 да и и вот если вы планируете себе приобрести эту акустику обязательно послушайте ее в стендах не надо покупать и слепо на marketplace а по-моему она по-моему маркетплейсах и продается да то есть это точно не та акустика которая сходу понравится всем я вам предлагаю сейчас послушать сначала акустику в стенде а после этого вернуться и обсудить что я услышал что я могу рассказать а может и вы это заметите в прослушке давай прослушать я не вернусь так говорил когда-то и туман глотал мои слова и превращал их в воду я все отдам за продолжение пути оставлю позади свою беспечную свободу не потерять не по себе ну что за странная свобода я не вернусь от заката до восхода что тебя на день я снова день я прошу тебя мне надо от восхода до заката говорить мне про любовь Нет, я не буду говорить, что я все готов простить И обид не помню я Но ты же знаешь все равно, что в душе моей темно Если рядом нет тебя Ночь, ожидание, холод, боль, словно я расколот Я ничего не вижу, сам себя я ненавижу Вновь слезы неоткуда в кровь Я кусаю губы, все, что мне сегодня надо А теперь хотелось бы подвести И самое главное, что услышали вы на камеру С помощью нашего микрофона, который так через YouTube плохо передаст И посмотрели еще на телефоне Поэтому обязательно напишите сейчас в комментарии Какой из динамиков, что вы услышали, какую разницу Это прям очень важно Я не понимаю, что вы слышите там Я-то сам посмотрю, но у меня есть в памяти, как играют динамики У меня воображение хорошее Я дорисую и вспомню, как все это играет Поэтому обязательно напишите Сравнение было с акустикой Focal Auditor Это частое сравнение Потому что динамики в равных ценовых категориях Ровно 9000 рублей, что тот, что этот стоит От себя, что хотелось бы добавить Акустика очень приятная Мне кажется, за счет именно Twitter Twitter очень хороший Здесь мне прям нравится его подача Он мягенький, спокойный В голосе у B2 прям, ну, очень много деталей Он очень естественный, очень живой При переключении на Focal все становится более глухое такое И скованное Очень странно обсуждать в таких терминах акустику за 8000 рублей Ну, как по-другому во мне вам словами объяснить эту разницу Но вот, что точно мне не понравилось И это мое субъективное мнение Не знаю, как у других Если вы слушаете там, ну, Deep House House Techno, Chillout и прочие жанры Там, где много низких частот Вот тут-то мне прям не нравится эта акустика И чуть позже Таня, ты все снимал Поэтому вот с черным кадром Еще после титров, после вторых титров Или каких там у нас будет Посмотрите, мы с Пашей тут вдвоем послушали Посовещались А акустика, именно низкочастотный диапазон Не в плане, как сабвуфер А вот в плане именно мид-баса Мне она прям сильно не нравится Голос, подача на спокойных треках великолепна А вот по басухе не моем Я все такие динамики не поставил Если бы слушал такую музыку А я такую слушаю, поэтому и не поставлю Ну, а если вы слушаете рок Если вы слушаете жанры по типу вот там B2 Там, где много голоса Там, где вообще очень много частот Вот Twitter AMP прям сильно вывозит всю эту систему И играет это все интересно Второй динамик у нас здесь коаксиальный Стоит, понятное дело, просто для того Чтобы вы поняли, что в задней двери Вы можете расположить тоже полную полосу частот Просто с Twitter, установленным в корзину динамика Это, кстати, очень важно Если вы собираетесь себе собрать аудиосистему Front плюс тыл И даже если у вас есть Twitter сзади Старайтесь, если у вас не процессорная система Да и в принципе даже если она процессорная Вам будет намного проще, если вы Twitter назад не поставите Ставьте коаксиал назад Twitter и СЧ-НЧ диапазон опускаете вниз И он вам не мешает при прослушивании трек Долгая история, это вообще сейчас к обзору никак не относится Ну и что касается усилителя Усилитель AMP Micron 480 это прям новинка Компания AMP нам предложила снять на нее обзор Рассказать Но мне кажется, куда интереснее будет Если мы снимем настоящий обзор Именно как этот усилитель ведет себя в автомобиле А не какой-то слепой тест Или просто покрутим вам его в руках И скажем, вот такой вот усилитель Нет Для тех, кто у нас Ну нам досталось это оборудование на обзор бесплатно Поэтому мы также бесплатно готовы его Передать нашим любимым клиентам Поэтому если вы хотите себе установить данную аудиосистему Именно компоненты будут стоить 0 рублей Это одноразовая акция Один комплект Вот именно тот, который у нас сейчас был на обзоре Внизу есть контактные данные Наших менеджеров Вы можете написать то, что вы с видеообзора Хотите установить себе данную акустику автомобиля Но это платно Обязательно Это платно Стоимость установки аудиосистемы будет варьироваться От 21 до 28 тысяч рублей В зависимости от вашего автомобиля И также еще нужен комплект для подключения данной системы К вашему автомобилю Все зависит от того, какое у вас головное устройство И так далее В среднем это варьируется в районе 5 тысяч рублей Так что у кого меньше 30 тысяч на руках Не пишите Пожалуйста Мы даже не будем там какие-то скидки на работу делать Это стандартные обычные цены наши на работу Тут никто не накручивал, никто не занижал Установка 4-х канального усилителя С протяжкой акустических проводов в двери Через штатные разъемы Протяжка силового провода Снятие сигнала со штатного головного устройства Либо подключение межблоков к вашему андроиду Изготовление монтажной панели Под сиденье, либо на спинку сиденья Либо под заднее сиденье Либо в крыло, либо в нишу запасного колеса То есть, понятное дело, спрятать этот усилитель Расключение усилителя, разводка всей проводки Настройка, замена фронтальной акустики Установка кроссовера Установка твиттера Замена тыловой акустики Вот все это вместе с проводкой и с работой Обойдется в среднем примерно в районе 30-32 тысяч рублей Поэтому, если вы готовы приехать нам на установку То будете еще одним Мало того, что зрителям обзора усилителя Так вы еще поучаствуете в этом То есть, мы на вашем автомобиле все это соберем Настроим, послушаем И, возможно, даже вы оставите свои комментарии на видео Понравилось вам или нет С другой стороны, как вам может не понравиться Когда вы 9-9, я даже не знаю, сколько он стоит Ну, как минимум, примерно 1030 просто вам подарили Я не вернусь Так говорил когда-то И туман глотал мои слова И превращал их в воду Я все отдам За продолжение пути Оставлю позади Свою беспечную свободу Звук пищалка прям на атоме Слушай, ну звук прям хороший пищал Не потерять бы в серебре ее Вот ты только на гармонию переключаешь Знаешь, что появляется? Она да, она... Да, 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 да Вот это чисто как эстрадный эффект Гармония играет как бы пищи, как будто бы, да? Но при этом сильно хуже Она как бы эффектнее играет Да нет, вот типа... Я взял мид гармонию, а пищалку МП